Девушки отдыхают И даже кое-что приготовила Слышишь? Сюрприз Что? В магазине Да, да одна Да я одна никаких любовь Включу, включу сигнализацию Не забуду Все, пока Сюрприз 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 Дергаем отсюда, менты Она меня приковала Давай ключи, быстро Строго в боевик Давай, хватай ее Сюрприз 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 Ну что, господин Рогачёв, мы следили за вашей женой, задание выполнено, и вот результат. Никогда бы не подумал, что любимая женщина может... На нашем языке это называется просто проверка некоммерческого партнёрства. И он? Нет, нет, что вы, это просто... Это нет, не знаю, как сюда попало. Да, в жизни разное бывает, но вы помните, что мужик должен быть сильным. Да. Мужик должен быть... Да. Сильным. Ну? Это зажигалка. Раз! Тихо, тихо, тихо! Тихо, тихо, тихо! Ой, может, я на столет там? Полян, держи! Что он сделает-то, а? Мило, быстрей воды! Воды! Тихо, всё! Не на столет! Ну всё, всё! Нормально? Нормально, нормально. Садись. Чёрт! 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 Салфетки! Нормально, нормально! Всё наладится, времечко всё залечит. Анатолий, проводите господина Рогачёва до машины, одним словом. Чёрт! Ну, всё-всё. До машины! Или вам ещё водички? Не надо нам больше водички. Пойдёмте. Вот. Пойдёмте. Ага. Спасибо. На самом деле, не всё так плохо. Ну, вы сами представьте. Ну, вот, смотрите. Например, мы с вами в пустыне. Вокруг миллиона песчаных дюк. Забучие пески. И мы с вами две маленькие точки. Чё? Чешется. Чё, перевязочку сделать? Да ладно, выживу. Не умру. Мне же несложно. Сейчас надо терпеть. Потерплю. Сейчас с другой стороны? Трудно терпеть. Эй! Ни одной из них нельзя верить. Да не, не всё так однозначно. Ну, представьте себе, что мы с вами на дне океана. Самой глубокой, так сказать, не знаю, как помягче. У вас есть девушка? А как же, конечно. Вы можете точно сказать, где она? Ну, с кем? Да я… Чем в данный момент занимается? До свидания. До свидания. Алло, ты могуча? А ты где? Ну, ты нашёл время звонить, я тебе хочу сказать. Я вообще иногда для разнообразия работаю, да. А чем в данный момент занимаешься? Ну, всё, давай, ты меня отвлекаешь. Значит, ты говоришь, у тебя здесь никого нет? Никоошенький. А этот парень, вот… Это твой парень? Ну, так себе. Одним словом, нет. Хотел узнать, он чем занимается? Ой, про парня, его делишки, я не знаю ничего. Блин, всё, больше никаких рогоносов, от них паранойя заражаешься. Капец. А чё это вы такие? Какие? А чё тут было-то без меня? Не знаю. Мила, скажите ему, чё тут было без тебя? ЗВОНОК В ДВЕРЬ Здравствуйте, вы позвонили в охранное предприятие «Феликс». С вами говорит секретарь Людмила. Чем могу помочь? Да. Ой, батюшки, всё передам. Спасибо, до свидания. Звонил Карим Айдаров, сказал, что ночью ограбили его магазин, что он вас ждёт. Ну вот, собственно, спасибо вам за всё и всё такое. Мне пора. Давай, давай, на то, что нам нужно. В сахарках складно по телефону базарил. Клиент сразу клюнул. Толена, я сам разберусь. Давай, давай. Одним словом. Милочка. А? То есть, да, Мила, я тут посидел, подумал. Ну давай, короче, ты обещал одним словом. Одним словом, я хочу, чтоб ты работала у нас с секретаршей. Здесь. Платить много на первых порах не обещаем? Ну, поживёшь пока у нас, там что-нибудь придумаем. Я даже не знаю. Ну, хорошо, ладно, я согласна. Но только будьте добры мне сразу в антик, потому что у меня в карманчиках совсем ничего нет. Вы такие хорошенькие. Чур, на диване с ногами мне не валяться. И это я тебе отдельно скажу. Аванса-то сколько? Ну, я даже не знаю. Вот. Вот тема. Здесь CD можно крутить. У нас в машине только под кассеты заточено. Вань, берём? Нет. Почему нет? Ну, штырят из машины, ещё стёкла побьют. Я доходчиво объяснил. Вань, ты во всём видишь только один негатив. Чё это такое? Женский каблук. Чё это замерто? Ты устанавливаешь контакт? В тебе заговорила бабка ведьма? Дверь выбита. И труп лежит. Последний раз я видел Карима в таком состоянии лет десять назад, когда его первый бизнес прогорел. А нет, и потом, на свадьбе, когда он начал свою жену Ирину ревновать. И по сей день ревнует. Молодец, Карим. Одним словом. Гигабайты. Мегабайты. Стыдно, но ни черта в этом не понимаю. Карим, брат. Ты меня звал. На, здорово. Держись. Как ты? Скажи, ну ты же так сильно расстроился, судя по всему, не из-за украдены? Эта аппаратура. Что у тебя еще пропало, Карим? Помогай. Карим, Карим. Клади, клади, клади. Все-таки она для меня была слишком красивая. Видишь? Я в том смысле, что любовь зла. Слепа, слепа. А это? Где? Починешь потом. Странное дело, Вань. Туфля здесь, а каблук там. Мы в машине едем, а на нее все смотрят из соседних машин. Мы едем пешком, а на нее все смотрят тоже. Я даже на курсы пошел, чтобы ее не ревновать. Ну вот, я посоветовал свою маленькую подружку. Хорошую псих. Ага. Вы не псих. Вы... Я не псих. Психоподружка, психо... аналитик. Ага. Ага. Ну и вот. Теперь я купил из другого. Они вместе меня ограбили. Вань, ну найди мне ее. Я с ней попрощаться хочу. Карим, послушайте меня, пожалуйста. Сейчас есть очень много способов излечиться. Че ты смотришь? Мне вот обидно, когда пропадают умные мысли. Хотел с ним о гонорале поговорить. Не с кем. Давай, Каримушка. Давай. Снимай ботиночки. Поспи еще чуток. Ага. 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 Руку убери. Руку. Фу. Ну че, как спикнул? Все нормально. У меня все схвачено. Ну, отлично. Где ключи? Включи, где? Где футляж со шприцами? Ты что, шерейсишь, что ли? Идиотик. Я, я диабетик. Я умру, если мне ничего не уходят. Ладно, ладно, ладно. Дебил, сканира, тварь! Можешь не рать, не рать! Я умереть могу! Ну, иди сюда! Я тебя сейчас завалю и железки твои перепилю! Живая я лучше выгружу, чем мёртвая! Что она мне предлагает? Что она мне предлагает? Хорошо, скажу, если это не аргумент, подожди, подожди, дай подумать! Погоди, мой муж, мой муж вас обязательно найдёт! И он вас просто прибьёт! И я бы не хотела тогда оказаться на вашем месте! Не бойся, не окажешься, я тебя сейчас по-тихому завалю! Может, не надо? Меня муж очень любит, он меня до безумия сильно любит! Стоп, 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 он может выкуп дать! За меня выкуп! Да много денег! Выкуп, правда! А ты сообразительная бабёночка! Выкуп — это хорошо! Ну что ж, тогда, может, начнём пилить, а? Руку! Ну, какие соображения? Ну, какие могут быть соображения, по-моему, тут всё ясно! Иришка перехватила партию магнитола, скинула их к ближайшему перекупщику, сейчас уже приближается к острову Бали на самолёте со своим новым хахелем! Я её понимаю! Я нет! А чё это понимать-то? Я про Карима! Уж больно, он страшно! Нет, только подумай, девяносто девять и девять процентов наших клиентов — это сплошь и рядом неверные парочки! Куда делась любовь? Объясни мне! Не знаю! Я не знаю! Вот смотри, у меня станет чё, ну просто полная любовь и взаимопонимание, море любви! А, кстати, вот эта твоя японка, она чё, действительно чё? 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 Ничё, чё, посмотри! Твою мать! Ну, не одним словом! Да какой-то нонзер! Просто на пять минут зашли! У меня, у владельца охранного предприятия! Ты когда-нибудь видел, чтобы у охранников воровали? Видел, только что в нашей машине! Только что в нашей машине! Я тебе говорил, давай купим новую? Нет, стёклы побьют! Вот, всё, побили! Для того, чтобы справиться с эмоциями, поговорим о деле. Так, картина вырисовывается следующая, во всяком случае для меня. На момент ограбления Ирина находилась в магазине. Почула что-то неладное на складе. Одним словом, заглянула туда, там грабители выносили аппаратуру. Она побежала, вот тогда-то и отломился этот каблок. Она пыталась прятаться в кабинете, но они выбили дверь и потащили её к машине. Сечёшь? А зачем нужно было её воровать? Воровать? Вот это и для меня остаётся загадкой. Знаешь почему? Я тебе скажу, почему для тебя это остаётся загадкой. Что здесь явно что-то другое, здесь любовник замешан, ну сто пудов. Ну, сначала проверяют слабые версии, поэтому начнём с твоей. Поехали, пообщаемся с её психоаналитиком. Психоаналитиком. Набранный вами номер не существует. Ух, пускай. Ух, пускай. Ух, пускай. Инга, слушай меня. Это долбанная коробка, я успел её спрятать. Они уже близко. Да чё мне делать-то? Беги! Позаботься о Маше. Никому не доверяй. Особенно киллеру. Машу. Машу. Отыщи меня. Сказал что-нибудь? Нет, ничего такого. А про коробку что-нибудь? Ничего. Да ладно, если бы она что-нибудь знала, давно бы соединяла уже. Пойди обшаривай машину. В каждом углу все коврики подними. Он сказал, что среди нас крыльца. Ну и кто это? Ты. В машине пусто. Менты варят. Пошли, пошли, пошли. Чего ты стоишь, что я его не поможу? Да подожди. Я устраиваю, калужу я на сяду. Всем стоять. Вяжите ее и в отдел. Девушка, а вы здесь просто стоите или разговариваете? Сдерну отсюда. С этой Милой что-то не так, понимаешь? Она не знает ничего о своем парне. Толян. Да что? Да я не знаю. Ну у всех по-разному. Вань, что ты? Ну смотри, например, у меня с Тамагочи. Да при чем тут Тамагочи? Послушай, а может она хорошая девушка? Может я за нее подозреваю? Она меня любит? Она кто? Тамагочи. Да при чем тут Тамагочи? Послушай, может мне Милую на свидание пригласили? Ты что, влюбился что ли? При чем тут влюбился? Да ты влюбился. Ты что влюбился? Что, дурел что ли? А что, ты влюбился? Я однолек. Эй, ты что тут ищешь-то? А здесь, кажись, двухэтажки стояли или у меня ключ? Стояли. Год назад снесли. А люди, которые там жили, куда делись? Ну жили. Разместили их в разных местах. Ты лучше знаешь, иди-ка в префектуру. Там все скажут. Спасибо, тетя. Аркаша, тебе пистолет нужен? Да нет пока. Хорошо. Слушай, а может ты нарочно дал ей уйти, а? Да ладно, ребята, вы что, мне что заняться больше несем что ли? Коробка у нее, я больше чем уверен. А рюк только ей мог передать. Короче, ищи эту тварь, где хочешь. Иначе, парниша, без коробки ты нам не нужен. Вот видишь? Я вам только спросить. Пошли. Давай, давай. Только тихо. Тихо, тихо, тихо. Я, Анатолий, это мой партнер Иван. Мы проводим расследование по поводу вашей клиентки или пациентки Айдаровой Ирины. Чем я могу вам помочь? Все очень просто. Просто нужно узнать, был у нее любовник или нет. А вы что-нибудь слышали о врачебной этике? Конечно. Иван? Наташа, ты что ли? Узнал? Ну да. Привет. Вот это да. Извините. Привет. Рад тебя видеть, как ты? Ну, как дела? Все очень грустно, Ванечка. Муж узнал про нашу с тобой связь, и вот теперь я одна. Как и все здесь девочки. Все мы тут по схожим обстоятельствам. Да. Да нет, у нас это давно было. Подождите, подождите, господин Лебедев. А вы не согласитесь ли принять участие в нашем тренинге? Не, а с удовольствием, но я на работе. Наташу очень нужна помощь. У меня с идеей. Давайте Иван согласится принять участие в вашем тренинге, а вы расскажите нам про любовника Ирины. Чего? А? Ване, женщине нужна помощь. Не капризничай. Давай, давай, давай. Давайте. Нет, нет. Давай, давай, давай. Давайте, давайте. Я, послушайте, я... Садитесь, садитесь. Вы тоже травмированы, вам нужна помощь. Я не люблю в центре. Может быть, больше, чем ей. Садитесь, садитесь. Добрый день. Вы позвонили возле сохранного предприятия Ивана Лебедева и Анатолия Найденкова. С вами говорит дилитарша Мила. Добрый день. Садитесь, садитесь. Простите меня, пожалуйста. Провалиться хотелось сквозь землю. Да лучше бы меня Хохол еще раз огнетушителем по голове ударил. Одним словом. Я же не люблю ее. Я же не люблю ее. Я не виноват. Ты же не изменил. Но я люблю ее. Спасибо. Спасибо. Мать, пойдем. Простите. Подождите. Подождите. Простите. Подождите и вам. Простите. Между нами. У Ирина не было любовника. Спасибо. Это было только в испаленном воображении ее мужа. Вы нам очень помогли. Вы мне тоже. Заходите к нам. До свидания. Приходите еще. Прошедите еще. Вань, ну, я рад за тебя. Молодец, что излил свою душу. Ты ж нормально. Пошел ты. Вообще приятно видеть тебя таким эмоциональным, что ли. Отпустил свое прошлое. Это хорошо. Это всем на пользу. Угу. Ни него не распустил. Ты все, гад. Зато мы теперь знаем, что любовника не было. Знает он. Черт. Даже групповая терапия не помогла. Да подожди, что ты туишься-то? Итак, по делу о краже автомагнитол из магазина Карима Айдарова. Тут у нас следующее. Значит, найден свидетель, который видел, как ночью от магазина отъезжал автомобиль марки «Газель» зеленого цвета. Свидетель запомнил только цифры номера. Ноль, ноль, два. Чего тут запоминать? Без ноля телефон милиции. В данный момент разыскиваем автомобиль и его владельца. Результаты должны быть с минуты на минуту. Это все? Ну, пока да. Свободны. Чего стоишь-то, пошли? Работать пошли. Привет, Мишаня. А мы к тебе. Душевно рад. Сергеич, сколько лет, сколько зим? Руки, правда, не подам. Грязная. Да когда же она чистая была? Точно. Найдется, Миша, пять минут поговорить. Ну что ж, с хорошим человеком пять минут не поговорить. Правда, о чем тереть, если только о лирике Некрасова. Домкрат, мы же с тобой знаем, что весь краденый товар через твою мастерскую проходит. Стоп, Сергеич, ты меня не путай. К лирике Некрасова это не имеет никакого отношения. Вань, не это еще? Это. Дурачка включаешь? Может, мне всерьез рассердиться? Ну, зачем сердиться? От этого даже болезни бывают. Смотри, какая коробочка интересная. У Карима, там их много. Нехорошо врать, Миша. Вчера у Карима таких коробок полсклада вынесли. Сочувствую. Веришь? Ой, упала. Одним словом, кто тебе Миша вот эти Каримовы коробки сбагрил? Кофейку у меня горячий. Дерутся, надо же. Я же говорю, болезни все от злости. А вместе с коробкой у Микторима жену похитили. Так что ты с этими коробочками получаешься соучастливой. Твое здоровье, Миша. Соображай. Товар мне подогнал некто хлястик. Ну, это Каликуха погоняла, да? Да, а чего еще? Ни имени, ни фамилии, ни отчества, ни даже прописки. Все мраком овеяно. Одним словом, молодец, Миша. Стараюсь. Что, долго еще? За кофе, спасибо. Несладкий, но так на любителя. Да ты-то, что-то сегодня как-то долго. Так у меня же астма. Астма. Эффективность, Толяна, эффективность. Ну, ты, если что, заходи кофе попить. Домкрафт, ты рад? Десять тонн. Нормальная сумма, а? Ну, ты дешевка, конечно. Можно побольше? Главное, чтобы купюры были под разными номерами, иначе мы в раз завалимся. Слушай, дай я позвоню. Я на зоне самодеятельности участвовал, у меня голос профессионал. Не-не-не, звони буду я. Я звони буду. Алло. Это не Ира. У нас что, глаза одинаковые? Так, слушай сюда, короче. Твоя Ира у нас. И если ты будешь плохим мальчиком, то твоей Ире будет большое бадбо. Ну ладно, я сегодня добрый. Так что я тебе дам возможность поговорить с супругой. Я все слышу, даю ее на жалость. Да. Карик. Мне срочно нужно инсулин. Сделай что-нибудь. Прошу. Милочка, что они с тобой сделали? Они тебя трогают? Они молодые, симпатичные? Тормози, Ваня, срочно. Таня, а ты сейчас где? Не ори на меня. С папой? В банке? Интересно. Ты надолго? Ща, погоди, Оль. Она такая красивая, такая вот с первой стороны. Извините, ради бога, ради бога, простите. Секундочку, иди сюда. Извините, пожалуйста. А давно не тут у нас продолжается-то, а? А, ты, наверное, думаешь, я буду оправдывать, да? В общем, это было бы неплохо. Спасибо большое. Извините. Спасибо. Спасибо. Есть один человек, которым не обязан. Он знает практически все о темных делах нашего города. Алло, Шамбала. Да не беспокойся, все под контролем. Есть такой клоун, кличка Хлястик. Нужна информация, где живет и как выглядит. Где живет объект, я не знаю. В смысле точный адрес. Но там очень своеобразный дом. На первом этаже ломбард. Желтая хрущеба у переезда. Значит, экстерьер выглядит приблизительно так. Высокий, худой. Дом? Да не дом, а мужик. Он постоянно ходит в какой-то такой, знаешь, такой зеленой какой-то такой куртке. Я не знаю, может быть, это символ, да. И помни, Шамбала ничего не знает. Шамбала тебе ничего не говорил. Шамбалы не существует. У тебя же никогда нет для меня времени. Поэтому я иду на выставку с моим новым другом. Вот с ним. Каким, каким другом, Таня? Я твой друг? Я! Я тебя очень прошу. Я тебя предупреждаю. Смени работу. Извините. Извините. Ну, так бывает иногда. Не обращайся внимания. Так вот. А выставка? Отвезти тебя к психологу? Да успокойся, это жизнь. Ага. Спасибо. Да. Ты меня утешил. Одним словом, будем мы тебя через несколько минут. Звонил Карим, ему звонили похитители. Значит, ты, говоришь, в компьютере шаришь? В принципе, в компьютерах я понимаю все. Вот это все я сам собрал своими руками. А эту малышку, я появилась еще в 12 лет и до сих пор работаю. А что? А что, правда, через интернет можно найти любого человека? Естественно. Ну, споря для каких целей? Если там просто початиться или там, ну, интимные знакомства, понимаешь? Вообще без проблем. Слушай, у меня есть подружка Маша Бершацкая. Так. Мы с ней в школе вместе учились. Вот бы мне ее адресок, телефончик, ей была бы такая радость. Да-да, вы что-то хотите? Нет-нет, кажется, я ошиблась. Любой может обздаться. Поищи я. Всего каких-то 50 штук зеленых в обмен на жизнь твоей жены. Привезешь в сумке, оставишь, как договорились в парке, в беседке. На берегу, возле озера. Теперь повтори. Слышали? Электричка. Да. В общем, делаем так. Карим, вы берете деньги, привозите их на место, назначенное бандитом. В это время мы с Иваном сидим в засаде. Как только они появляются... Толян, они подонки, но не дебилы. Ты думаешь, они не предусмотрели этого варианта? Ну, я не понимаю. Мне деньги привозить? Тем более, что они у меня последние. Как, впрочем, и жена. Карим, положись на нас. Мы вернем тебе и деньги, и жену. Ну, что вернем, Ваня? Ну, предлагай тогда что-то свое. А есть у меня еще одна приметка, кроме этой электрички. Мы сейчас поедем и найдем их. И возьмем, как говорится, пока они в трусах и майках. Как? В трусах? Я еду с вами. Карим, ты остаешься продолжать вести переговоры. Ты что подъезд-то проехал? У подъезда светится. Ну, как скажешь, я-то что? Значит так, ордер на арест есть? Есть. Предлагаю начать без наряда. Как так? Да вот так. В этом случае, а я считаю, это немаловажно. У нас есть возможность отличиться перед начальником РУВД. Ну, че это эти огласки забыцверкали, а? В смысле-то о чем? Ну, так бы и сказал, что хочет добиться расположения начальницы, то начальник начальника. Потапов, я считаю, вполне естественным показать себя начальству с лучшей стороны. Я, между прочим, готов покрыть свое начальство в случае опасности. Грудью. 63-е. Так покрыть или прикрыть? Извращенец. Мини-биг. Крепкое животное. С короткими ножками, висячим брюшком и хвостиком. Маленькими ножками... Всем на пол. Уголовная роза. На пол, я сказал. Ты куда? Руки убери. С телом. В одной. Все. Братство. Орел 27-го, прием. Операция прошла успешно. Ждем подкрепления. До связи. На. Притомник карликовых свинок. Вот он, дом у переезда. Вань, глянь. Ломбард. И поезда слышны. Да я тебе говорю, у бабы Каримы должна быть здесь. Вань, давай быстрее. Че там, застрял? Идем. Вань, это шо? Ребята, здесь какая-то ошибка. Преступники живут этажом выше. Значит так, товарищи. На вас зарегистрированы автомобиль, газель, госномер. Р-002-МО. Да, ее угнали два дня назад. Я у вас уже даже заявление в милицию писал. Точно. Так хватит. Так, лежать они не разговаривают. Оружие на пол, завалю всех! Хлястик, слушай меня. Первое, что ты сделаешь, это сейчас уберешь пистолет от ее головы. А теперь послушайте меня. Оружие на пол, или она труп? Я сказал, ствол на пол! Оружие на пол. Разошлись в сторону. В сторону, сказал, отошел! А как же я? Не возьмете, завалю гадов! Я не держу его! Я... Лежать! Лежать, скажу! Вань, Вань! Подержи ее! Я стреляю! Я его догоню! Стойте! Ты лежи! Старик, погоди, я тебя очень прошу, еще не время. У тебя есть шанс начать новую, интересную жизнь! Как бы более курностое, более привыкли, но сами пошли. Че? Пролетело что-нибудь, показалось. Я ничего не видел. Да что ж такое-то? Только начинаешь говорить что-то жизнеутверждающее. Ну что ты? Ну что ты? Это совершенно замечательное, уникальное животное. Это самый крупный грызун, который живет на территории России. Обещают они в степных районах. Живут они колониями. В колониях бывает по 100-200 животных. Но сурки размножаются в неволе достаточно редко. Встретите. Одним словом, без обид. Задолбала нас с Талином вашу работу делать. Она без создания инсулин нужна. Сажать, сажать. Люди добрые, а меня-то за что это все шанили с этой бабой? Сядь, я тебе сказал, сядь. Держи морды. Я на вас министру внутри дела напишу. И на телевидении. Поехали. Наручники отдай, наручники. Отключились. Не казенные. Сумку, сумку. Скорее, аwhat… Не заoku. Ага. Борь,好,アメlam и нужна коммуника. Дай cry. Мы войдем? Здрасте. Ради бога, извините. Фу. Ваш гонорар. Да, а что там, деньги, они, в общем, деньги. Мы вот смотрим на вас, и просто душа радуется. С деньгами на душа как-то приятно, правда? Как вы себя чувствуете? Все хорошо, спасибо. Мы рады, правда. Это ваша премия. Спасибо. Да. Спасибо. Ну что же, мы рады. Всего вам хорошего. До свидания. До свидания. Давай, счастливо, Карина. Если что, звони. Хорошо. Пока. До свидания, спасибо. Давай, давай. Пожалуйста. Нехорошо ты на них смотрел, Ира. Кто тебе больше понравился? Опять ты со своими. Так Иван или Толян. Я люблю только тебя. Дорогие телефоны, все такие тупые. Что тупые телефоны-то? Ты не фурлупенешь нифига просто. Дай мне. Дай, что тебе... Да нормально, я сам могу. Автоответчик мне нужно включить. Так зачем ты в игры-то зашел? Дай, я сейчас тебе включу автоответчик. Вот. Иван, Анатолийца пыталась тебя найти, что садила в офис. Ну? Ну, ничего не скажешь, со вкусом, даже секретарша. Не, не, ничего, ничего. В общем, надо поговорить, это касается нас с тобой. В общем... В общем, это важно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok